Здравствуйте! Актуальное интервью. Говорим сегодня об очень серьезной теме наркомания. И у нас в гостях Рауф Маматович Халматов, руководитель реабилитационной программы областного наркологического диспансера. Здравствуйте! Здравствуйте! Рауф Маматович, расскажите, насколько актуальна проблема употребления наркотиков в Магнитогорске? В настоящее время одной из самых актуальных проблем является злоупотребление психоактивными веществами. На сегодняшний день употребление подростками, да и взрослыми уже превратилось, я хочу сказать, из феномена в эпидемию. Большинство подростков прибегает к употреблению уже многих психоактивных веществ. Даже есть такая цифра, что уже от 70 до 98% подростков, поступающих на лечение, являются полинаркоманами. Что это значит? Полинаркоманы? Полинаркоманы – это употребляющие синтетические наркотики. Очень серьезно, да? А возраст какой? Возраст ведет, в основном, подростки употребляют в 7,5 раз больше, чем взрослые чаще. Возраст от 14 до 5 лет. Но это имеется в виду, когда они начинают пробовать. И сейчас участились случаи от 10 до 13 лет. И насколько сложно эти подростки и вообще, в принципе, люди наркозависимые поддаются лечению? И как вообще начать выздоравливать? Ну, конечно же, начать выздоравливать лучше в стационарных условиях. Это выздоровление начинается с купирования абстинентного синдрома, в народе называющегося ломка или похмелье. Вот. Сначала идет медикаментозное купирование в стационарных условиях. Только после этого уже можно говорить о начале выздоровления. Вот. Вот хочу сказать, тут имеет значение такой фактор, как убрать человека, употребившего и начавшего употреблять наркотики, алкоголь, да? Убрать из среды, в которую он попадает. Вот. А в подростковой среде это вообще очень актуально. У них как раз в это время идет интимно-личностная сфера развития психики. Соответственно, для них самые близкие люди — это сверстники. Вот. А в этой среде как раз начинается музыка, ну и так далее, и так далее. И в фоне присутствуют наркотики и алкоголь. А как родственникам-то быть? Вы сказали, убрать из этой среды. Каким образом это можно сделать? Родственникам как быть? Начать действовать, отказываясь. Примерять на себя роли наркологов и психологов. Вот. То есть перестать уговаривать. Вот. Перестать воздействовать путем каких-то наставлений. Вот. Ну, я бы рекомендовал начать такой, ну, по-народному говорится, ликбез или ликвидация безграмотности, да. Это, ну, с лекцией хотя бы о знании, что такое химическая зависимость. Вот у нас есть, кстати, лекции проводятся совершенно бесплатно. Проводятся на лечебно-реабилитационном тоже центре на труда 3. Лечебно-реабилитационном отделе это с на труда 3. То есть у нас есть очень хороший специалист, который проводит лекции для родственников зависимых, чтобы у родственников было как можно больше информации вот об этой проблеме. Ну, а все-таки, что предпринять, если вообще попытки убедить алкоголика или наркозависимого, да, ни к чему не приводят? Вот вы сами сказали, что подростки, например, вообще, да, практически не поддаются там какому-то воспитанию и прочему. Обратиться к специалистам. Обратиться к специалистам, вот, ну, допустим, нашего реабилитационного отделения можно обратиться к специалистам. На труда 3, вот, можно обратиться за консультациями. А что, ну, немного опишите, какие рекомендации они дают? Обратиться к специалистам и все? Нет, специалисты, во-первых, описывают, что такое заболевание, какие модели поведения присутствуют у зависимого. Вот, специалисты предлагают пути решения этой проблемы. Вот, помещение в стационар, там, значит, общение с психологами, вот, общение с людьми, которые хорошо ориентируются в этой проблеме. Ну, а как вообще заставить-то человека принять решение лечиться, если это не могут сделать, например, родственники, специалисты, каким образом, доводят до него эту информацию и все-таки убеждают человека начать лечение? Ну, я хочу сказать, мотивационный вот этот период, когда нужно самого человека замотивировать отказаться от употребления и начать выздоровление, он должен проходить в стационарных условиях. Специалистами, опять повторюсь. Потому что зависимый, который находится в употребляющей среде, да, в свободной форме, он может идти куда хочет, делать что хочет и так далее. В этот момент его убедить очень сложно, поэтому его нужно поместить в стационар, вот, где с ним займутся специалисты мотивационной работой. Создать его мотив. Сделать-то вот этот шаг каким образом можно? Если человек сам не захочет, его же в стационар насильно не положат? Ну, наверное, если говорить про это, то, наверное, да, тут есть какие-то, ну, наверное, принудительные формы помещения в стационар должны присутствовать родственниками. Ну, не про то, что там, ну, каким-то образом переговорить, вот, например, если говорить про алкоголиков, например, то после запоя как раз у них начинается состояние, значит, жутко винысты, да, за последствия своего употребления. Это как раз очень хороший момент для того, чтобы его помещать в стационар и начинать программу выздоровления. С алкоголиками, понятно. С наркоманом такая же ситуация, как только начинается абстинентный синдром, следует сразу его куда-то перевести в стационар, соответственно, чтобы он согласился с этим, да? Да, примерно так же. Такая же система. Как-то еще помочь зависимому человеку можно, помимо того, чтобы поместить его в стационар и отдать специалисту? На сегодняшний день я не вижу другого способа, потому что часто зависимый сам не осознает, в какой плачевной ситуации он находится. Ожидать от него осознание там своего употребления, своего поведения, того, как он ведет, ну, не представляется возможным. То есть в этом месте очень важно, чтобы инициативу в участии по оздоровлению этого человека взяли родственники. Поместили в стационар. В стационаре прошел медикаментозное лечение человек. После этого необходимо же его провести какую-то реабилитацию, да? Совершенно верно. Какие методы реабилитации, ну, и, может быть, и лечение, в том числе, наиболее эффективные сейчас? Ну, тут могу сказать, наверное, разные способы хороши. Не могу сказать, что что-то эффективнее. Я могу сказать о том, что о выгоде, скорее, нашей реабилитационной программы. Какие плюсы? Во-первых, реабилитация комплексная. Разнопрофильные специалисты, психологи, социальные работники, специалисты по социальной работе. Команда уникальна в своем роде. Ну, методы самые разные. Это психотерапия, групповая терапия, тренинги, сдача аналитических заданий. И, наверное, уникально еще про то, что у нас есть специалисты, которые знают это заболевание изнутри. Сколько примерно по времени длится реабилитация? В каких случаях она дольше нужна? В каких случаях, буквально за месяц, может быть, можно реабилитация? Ну, каждому пациенту индивидуальный подход у нас. Поэтому, ну, в среднем от трех до шести месяцев. От чего зависит срок пребывания в реабилитационном центре? От личности зависимого. Вот один информацию воспринимает быстро, значит, включается быстро. На чувственном уровне, ну, в какой-то степени уже имеет опыт эмоционального общения. А какой-то, например, из такой семейной системы, как, например, вот я и называю, где существует отморозка чувств. Тогда, соответственно, он через употребление старается эмоционально проявиться. Вот. Поэтому вот здесь скорость у пациентов разная. Это только от семьи зависит или от того, сколько времени человек употребляет наркотики, тоже зависит? И это зависит. И социальный фактор зависит, в каких социальных институтах человек был, и какие у него были проблемы, и так далее, и так далее, психологического плана. Смотреть, вы сказали, что время пребывания в реабилитационном центре от трех до шести месяцев, после того, как закончился, после того, как человек вышел из реабилитационного центра, у него же все равно может быть рецидив. Как быть в таких случаях? Как быть родственником, наверное? Вот именно про это я сказал, про комплексность нашей реабилитации. Мы не бросаем наших пациентов, потом, ну, как бы не выкидываем в мир. У нас есть площадки для социализации. То есть у нас есть специалист по социальной работе, который помогает трудоустроиться. У нас работают с органами опеки, у нас очень многие ребята, кстати, после реабцентра восстанавливаются в родительских правах, добиваются довольно больших успехов. Даже хочется, вот, даже как-то перечислить. Вот, у нас ребята после реабилитации создают новые семьи, восстанавливают старые, у нас рождаются дети. Что еще хочу сказать? Отдельные ребята у нас получают образование, в том числе высшее, вот, восстановлены в родительских правах, да. Отдельные ребята увлеклись бизнесом. Вот, и есть у нас уже, ну, это наша гордость, что у нас есть выпускники, которые сами стали специалистами в области химической зависимости, реабилитации химической зависимости. И работают в центрах, вот, в Челябинске у нас есть, которые работают психологами, социальными работниками в МИАСе, вот, ну, и в том числе у нас. Если говорить, опять-таки, о зависимостях, что вы можете сказать, как сильно меняется наркомания со временем? Например, там, если 10 лет назад, например, было больше героиновых наркоманов, теперь там другие синтетические, да, наркотики, наверняка, наиболее распространены. В зависимости от того, что употребляет человек, как будет выстраиваться программа, и какие наркотики наиболее губительные для человека? То я бы сказал, что все наркотики губительные, потому что весь смысл не в самом, вот, только употреблении, как от него погибает человек, а еще и в формах поведения, в наркотическом неосознаваемом поведении. Наркозависимый может попасть в каком-то состоянии под машину, может ввязаться в какой-то конфликт, например, и получить травмы, вот, сесть пьяный за руль, погубить других, погубить себя, там, вот, ну, примерно так. То есть, а может умереть во сне, остановившись сердцем, ну, там много разных. Вы уже говорили о том, что родственникам необходимо знать информацию, да, о том, что человек зависим. А как это узнать? Не всегда же это понятно, видно. На что следует обратить родителям? Если, например, ну, ребенок там как-то начинает себя странно вести, и они вдруг начинают подозревать, что он там что-то употребляет. На что обращать внимание? Ну, это, наверное, про длительный уход из дома, например, если говорить про подростка. Замыкание в себе, да, вот, не идущий на контакт, например, ну, такое истерическое поведение, например, вот, неадекватное на нормальную фразу или вопросы, реагирование, очень эмоционально заряженное, например. Что еще хочу сказать? Например, много спит ребенок, непонятно, но много спит, например, полдня, там, сколько, очень много спит. Вот, хотя в подростковом возрасте и так спят много, ну, вот, это тоже имеет значение. Про сон, что вот сутками спит, например, это тоже может вызывать подозрения. Ну, не подойдет же к человеку, не спросит же напрямую, ты наркоман, тем более, если это подросток, то среагировать можно же по-разному. Ну, наркоман, ты наркоман, это, так сказать, уже оценка ярлык. А вот ты употребляешь, у тебя есть проблемы, это другие вопросы. То есть, издалека желательно зайти все-таки? Ну, да, да, желательно так. И, соответственно, если вскрывается тот факт, что человек употребляет наркотики, ребенок употребляет наркотики, то необходимо сразу обратиться к специалистам, да? Конечно, если есть такое подозрение, желательно обратиться к специалистам, чтобы проверить вот симптоматику. Ну, все хорошо, спасибо большое за беседу, Раф Маматович, спасибо, что пришли, посвятили нас в это. Будем со всеми прощаться, будьте здоровы, не употребляйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok